Российские войска захватили Селидово и прорывают первую линию обороны на Угледарском направлении. В Курской области уничтожен отряд Ахмата, а в районе Зеленого Шляха идут тяжелые бои. Это краткий обзор линии фронта за прошедшую неделю. Давайте посмотрим, как изменились позиции сторон и на какие участки стоит обратить внимание, чего ожидать в ближайшее время. Начинаем, как обычно, с Курской области. В Курской области, несмотря на все усилия российских военных, а они были весьма серьезными, ВСУ продолжают держаться и линия фронта практически не изменилась. Единственное важное, о чем стоит сразу сказать, бои сместились чуть севернее Зеленого Шляха, вот в эту область. Сюда российские войска направляют основные силы, колонны с техникой и просто пехоту. Они хотят продвинуться дальше по шоссе в сторону Свердликова и на Суджу, но пока это не получается. ВСУ даже проводят свои контратаки. Давайте еще раз посмотрим на карту. Вот в этой зоне идут самые активные бои. Но также продолжается противостояние и на развалинах Любимовки, вот тут. Украинская авиация уже наносила удары по зданиям, которые заняли российские солдаты, а на этих кадрах пехота штурмует то, что осталось от села. Но оно до сих пор не перешло под контроль российской армии полностью. Идут атаки из других направлений. В частности, освобождено село Ольговка, оно вот уже полностью под контролем армии России. Забрались на крышу школы. НП Ольговка. Свободно. Ну такой мы тут танчик нашли. Копляцкий. БК-то тренировал. Башни, не слома. Несмотря на яркие заявления в телеграм-каналах и даже из телевизора, российские военные не могут победно завершить свое наступление. Ситуация все та же, что и неделю назад. Они увязли и несут серьезные потери. Украинские военные контратакуют в Курской области, применяя танки Абрамс и БМП Брэдли. Например, на прошлой неделе 95-я бригада уничтожила целую группу из российских морпехов 155-й бригады и отряда Ахмат. В живых остались двое пленных, вероятно, кадыровцев. На этой неделе я ожидаю продолжения боев за район Зеленого Шляха. Это ключевая зона для всего Курского фронта к северо-западу от Свердликова. Но из Ольговского выступа ВСУ точно придется отступить. Слишком уж велик риск окружения. В целом отмечу, что украинские военные также несут довольно ощутимые потери, однако действуют в Курской области весьма упорно. А российские генералы, вместо того, чтобы попытаться придумать другие тактические решения, перенести вектор приложения усилий, ну скажем, на восток, ближе к Судже, действуют довольно шаблонно. Отправляют и отправляют технику и солдат в одну и ту же мясорубку. Шоссе от Снагости до Любимовки уже превратилось в полноценную дорогу смерти, сброшенными вдоль нее бронемашинами, танками и прочей техникой армии России. На Харьковском фронте на этой неделе никаких заметных изменений. Российская армия бомбит Волчанск, уничтожая оставшиеся развалины и укрывающихся там военных. Как и на Луганском, там сохраняется сложная ситуация вокруг Купенска, и российские части провели небольшие выравнивания фронта. Например, в районе Макеевки и Невского заняли позицию вдоль реки. Дальше переходим к Часову Яру. После прорывов развить успех российские части не могут и за неделю никуда не продвинулись. Но город продолжают плотно обстреливать и бомбить корректируемыми авиабомбами. Вот так Часов Яр выглядел еще недавно. Видео опубликовали на этой неделе. Хотя оно и не очень свежее, листва вся зеленая. Но с тех пор, естественно, все стало только хуже. Двигаемся дальше на юг и обращаем внимание на битву за Торецк. По карте здесь никаких существенных изменений нет. В городе идут очень плотные встречные бои, в основном пехоты. На этих кадрах украинский БТРМ-113 был подбит из РПГ. А вот здесь, на крыше, российский солдат, который бросает противотанковую мину в дыру. Эта крайне рискованная тактика появилась несколько месяцев назад, кажется, в Константиновке. Берут мину ТМ-62. К ней крепят инициатор, чаще всего обычную гранату. После чего солдат пытается успеть закинуть эту тяжеленную мину куда-то в окно или дыру, чтобы все взорвать. Дом, блиндаж, укрепление иногда получается, иногда нет, подрываются сами. Но другого эффективного оружия против укрепления у российской пехоты нет. Поэтому такой метод получил некоторую популярность. Один из командиров штурмовиков рассказал подробности боев за Торецк. Здравствуйте, меня зовут Гальенко Денис Михайлович. Я являюсь командиром штурмовой роты. Нахожусь в городе Дзержинске. Мы сейчас выполняем задачи по зачистке кварталов. Но какой ценой, к сожалению, это дается для нас очень сложно. Поэтому наше командование 109-го полка оставляет нам задачи, которые можно выполнить, но без поддержки. Эти задачи они практически невыполнимы. Сейчас, на данный момент, я нахожусь рядом с центром города, в девятиэтажке. Вот что у нас происходит. Постоянная стрельба. В подвале здесь гниют наши трехсотые пацаны. Очень много раненых. Я сам ранен. Но пока передвигаться могу. Мы задачи все свои выполняем. Мы их можем выполнить. Но сейчас, на данный момент, эту задачу мы не можем выполнять. Потому что мне практически неким. Эвакуации у нас нет. Нас не эвакуируют отсюда. Потому что у 109-го полка нет возможности для эвакуации. Как они мне говорили. Тут комментарии, как говорится, излишние. Пехоту используют как пушечное мясо. Мы к этому уже привыкли. Посмотрели на активное курское направление. И половину фронта, которая в целом стабильна. Оборона ВСУ там держится вполне уверенно. Ведь раз нет продвижений, значит у защитников все более-менее под контролем. Но теперь самое время поговорить о критически опасных направлениях для ВСУ. Покровском, Кураховском и Угледарском. Но сначала я предлагаю вам подписаться на мой Patreon, чтобы поддержать работу канала и выход новых роликов. Ссылка будет в описании. А мы продолжаем. Селидово захвачено. Город уже давно был плотно охвачен с трех сторон. А с начала недели российские войска начали проникать в город небольшими пехотными группами. А затем подняли флаг над одной из многоэтажек в центре Селидова. Украинские военные не стали экстренно покидать Селидово, оставив группы прикрытия. Они выходили постепенно, в основном на бронемашинах, отбиваясь от российской пехоты. Об этом свидетельствует сразу несколько видео. Теперь по городу ездят уже российские военные. Улицы Селидово, ебать! За небом смотрите! Они устанавливают флаги в разных местах города и вокруг него. И в целом понятно, что Селидово уже все, захвачено полностью. Всю неделю путинские части пытались прорваться в село Вишневое, на запад от Селидова, чтобы отрезать отступающим последние пути к спасению. Но полноценно вошли в село только к выходным. Там подняли российский флаг. Предположу, что в ближайшие дни фронт выровняется от Лысовки до Вишневки. Возможно, даже дойдет до Григоровки. А дальше российская армия может наступать на Покровск с юго-востока. Посмотрим, будут ли они брать паузу, как после взятия Углидара, или попытаются, например, прорываться прям сходу. Чуть южнее отмечу небольшое продвижение на запад к Новодмитриевке. Пока ничего особенного, но северный фланг Покровского выступа все сильнее нависает над участком фронта от Кураховки до Солнцевки. Давайте посмотрим на него подробнее. На прошлой неделе российские войска вошли в Измайловку, а на этой уже в Горняк. После того, как северная часть города была захвачена и над ней подняли флаг, украинские войска покинули город Горняк, чтобы избежать окружения. С восточной стороны фронт заметно сместился на запад. Путинские части вошли в Александрополь, там тоже подняли флаг. По итогу мы видим, что Дневельский котел полностью закрыт, а укрепленный район Горняк-Кураховка-Александрополь атакован с трех сторон. Вдобавок, со стороны Измайловки грозит удар в тыл. Вполне возможно, уже на этой неделе ВСУ полностью оставят этот участок. Он выглядит угрожающе, хотя на практике мы видели, как подобные полукотлы могут держаться очень долго. Аналитик Мирошников писал, что ВСУ отходят из Горняка и Александрополя, так и вышло по итогу, но продолжают держаться в Кураховке. Переходим на Кураховское направление. Как вы уже понимаете, северо-восточный фланг тут полностью под контролем России. А на Южном продолжается наступление в районе Константиновки и Катериновки. Больших продвижений нет, однако российские силы вошли в Катериновку и тоже подняли там свой флаг. Пока большой угрозы именно отсюда, с юга, для Курахова нет, но постепенно движение идет. Думаю, где-то здесь, в районе Антоновки и будут проходить бои всю ближайшую неделю. Гораздо опаснее тот прорыв, который произошел южнее, на Угледарском участке. Вот здесь, к северо-востоку от недавно захваченного Угледара. За прошлую неделю наступающие прорвались не только в Богоявленку, но и в Новоукраинку и даже подошли к Шахтерскому. А ведь где-то на рубежах этих сел и должна была проходить линия обороны ВСУ. Я посмотрел на свежие спутниковые снимки. Нашел лишь отдельные опорные пункты. Ну так что неудивительно получается, что такой прорыв произошел вообще. Российские военные подняли свой флаг в Богоявленке. Судя по динамике, село уже захвачено полностью, ну или падет в ближайший день-два. Судя по динамике, село уже захвачено полностью, ну или падет в ближайший день-два. На этих кадрах пехота занимает позиции в районе Новоукраинки. Они действуют при поддержке бронетехники. Очевидно, обороняющимся не хватает и впиведронов, и минных полей. Вот что пишет о ситуации на угледарском направлении украинский канал Офицер. По предварительным данным, враг смог прорваться в Шахтерск и высадить там пехоту. Ребята смогли их обнулить, но враг проводит новые попытки. Судя по перехватам и приказам противника, их план захватить Шахтерск и ударить в тыл Великой Новоселке. Кадры одного из механизированных штурмов российской армии показал канал Дипстейт. Эта атака, проходящая между Шахтерским и Новоукраинкой, была отбита. Субтитры создавал DimaTorzok А вот что пишет о положении дел на угледарском направлении другой аналитик Мирошников. Дано захват угледаром, активное проведение врагом разведки в сторону Великой Новоселки, перегруппировка части сил и средств врага из Покровского направления в сторону Великой Новоселки, начало активной деятельности групп ДРГ по переднему краю в том же направлении, прорыв на 7 километров в глубину силами механизированного батальона врага в сторону Шахтерского, произошел прорыв, угрожающий флангу Кураховского буквально накануне начала активных боев за этот узел обороны. Здесь уже и не приклеишь отмазки в стиле «не знали, не видели признаков подготовки», потому что это будет неправдой. Потому что 79-я бригада выдерживала и накаты побольше и чаще, а тут другая бригада не выдержала первого же. И вот уже главный вопрос. Будут ли дальше последствия для тех, кто с мест не давал полную картину происходящего? Вопросы риторические, проблемы критические. Ситуация очень тяжелая и опасная для ВСУ. Не исключено, что мы увидим начало длительного угледарского прорыва и формирования угледарского выступа, ровно так же, как шло большое Покровское наступление. Об одной из главных причин этого поговорим дальше. Большой проблемой для ВСУ в этом году стали укрепления. Стационарные позиции, фортификации, минные поля. Они не были построены и установлены сразу на трех участках фронта. Все началось с Покровского направления, когда Очеретинский прорыв обнажил слабость тыловых позиций ВСУ. Затем это повторилось в Харьковской области, где многие фортификации были попросту не готовы. Ну и что теперь? Мы видим то же самое под угледаром. 1 октября, 4 недели назад, я рассказывал вам о том, что у ВСУ есть время на подготовку обороны к Северо-Востоку. И оно было минимум 2 недели. Да, конечно, в сложных условиях фронт совсем недалеко, но все же. Но никаких серьезных укреплений, кроме небольших опорных пунктов, не появилось. Почему? Частично причину раскрывает сообщение одного из военных, которое опубликовал Станислав Бунетов. Зачитаю вам его часть в переводе. Я командир подразделения Государственной специальной службы транспорта Украины. Дали нам лопаты, два трактора и пару кразов и поставили задачу копать здесь. Я посмотрел и офигел. На местность никто из командования не выезжал и не видел реальной картины, где и как надо строить. Никаких схем, планов и тому подобного не было. Откровенно, месяц мы тупо занимались херней. А это батальон, я напомню. Потом приехал какой-то генерал и с умным лицом сказал, что мы дураки и делаем неправильно все. Вот вам схемы, вот вам планы, работайте. Нам поставили задачу сделать 14 ВОПов, взводных опорных пунктов, и 14 километров противотанкового рва с установкой МЗП и зубов дракона. Первое, от чего я охренел, это то, что 14 километров и 14 ВОПов. То есть между ВОПами расстояние 500-700 метров. ВОПы строятся в чистых полях, без ходов сообщений. Завезли нам горы материалов. Мы работаем. Несем потери в личном составе, технике, ЛБЗ на 2,5-4 километра. Делали все на совесть. Из хорошего леса. Накрывали 100% окопов передней линии. Шли по плану, но снова приехал какой-то хрен. И сказал, что это все херня. Надо накрывать окопы гнутым профессиональным листом толщиной 0,2 миллиметра. И сверху подсыпать все это 40 сантиметров с землей. Вот фирма, у которой есть такой металл. Покупайте и делайте. Я знатно так офигел. Начал поднимать, звонить на горячие линии и так далее. Потому что к командованию откровенно пофиг. Приехала комиссия из полковников, которым накрыли поляну с кучей синьки и мяса. Они даже не выезжали смотреть качество выполненных работ. А после трех дней пьянки поставили подписи в актах и поехали дальше. В этой организации деньги воруются просто миллиардами. И в первую очередь на укреплениях. Солярка продается тоннами. Лес продается. Металл вывозят. Техника работает на подрядах. Коррупция. Раздолбайство. Беспорядок. А на выходе плохие или вовсе отсутствующие укрепления. Я уверен, что не везде так. Но подобное читаю не в первый раз. Справедливости ради стоит указать и другие факторы, мешающие создать полноценные и обширные укрепления. Это и нехватка сил и средств во многих случаях. Часто тоже вызваны коррупции. И явный недостаток квалифицированных спецов. А также опасность, конечно. Российская авиация, я уверен, бьет не только по готовым укреплениям, но и по строящимся. А есть еще дроны, артиллерия. Фронт тоже мало где стоит подолгу сейчас. Все это приводит к тому, что солдаты вынуждены сами обустраивать себе позиции прямо под огнем на передовой. Ну, конечно, они могут это сделать. Но, во-первых, фронт сейчас не так сильно насыщен войсками, как, скажем, во времена Второй мировой. Во-вторых, солдаты с лопатами могут быстро обустроить только самые простейшие окопы. Без мощных блиндажей, перекрытых участков. А они необходимы для защиты от бомбежек, обстрелов, атак дронов. Канал Офицер пишет, что самые лучшие укрепления созданы на Запорожском фронте. Очевидно, не считаю Глидарский участок. А также в Сумской области. Аналитик Клемен Малин собирает данные, в том числе об украинских фортификациях, и наносит на карту. Посмотрите, вот даже без линии фронта и сравните. Оранжевые — это российские укрепления, и желтые — украинские. Огромная разница, прям сразу видно. Действительно, в Сумской области все выглядит довольно хорошо. Заметна попытка в авральном режиме укрепить все, что возможно на Покровском направлении. Но в целом нет никакой систематической работы с двумя-тремя полноценными линиями обороны. Да, я повторю это в который раз. Сама по себе линия укреплений ничего не стоит. Ей нужны войска для обороны. Но и любая армия становится сильнее, если у нее есть подготовленный рубеж. С бетонными укрытиями, хорошими окопами, ходами сообщения, а также минными полями. Можно даже пирамидки бетонные поставить, но главное — минные поля, конечно же. Но этого всего нет. И вот мы видим, как трещит по швам сначала Донецкий, а теперь и частично Запорожские фронты. Все это, конечно, очень серьезно. Эта неделя была довольно тяжелой для ВСУ, но предсказуемо тяжелой. Захват Селидова и активные бои вокруг города Горняк не стали неожиданностью. Я уже говорил о них в прошлый раз. В Курской области так ничего кардинально и не изменилось. А самым неожиданным стал довольно глубокий прорыв российских войск на Угледарском участке. В ближайшие 7 дней надо внимательно следить за Курской областью. Там продолжится активное противостояние. А еще, по слухам, именно туда должны прибыть первые северокорейские солдаты. Скорее всего, российские силы займут пространство от Угледара до линии Богоявленка-Новоукраинка-Шахтерская. А на Покровском и Кураховском направлениях можно ожидать отступление ВСУ из опорного района Кураховки и выравнивание фронта последующего. После захвата Селидова путинские части могут попытаться сходу продвинуться еще дальше. Ну или будут брать некоторую тактическую паузу. Посмотрим, где теперь укрепятся ВСУ. Обо всех итогах текущей недели расскажу в следующий понедельник. А уже сегодня мы можем обсудить фронтовую ситуацию в прямом эфире, прямо на этом канале в 19.00 по Москве. С вами был Ян Матвеев. Ставьте лайк, если видео вам понравилось и такой формат заходит. Пишите комментарии, а еще поддерживайте мою работу на Патреоне. Ссылка будет в описании. Увидимся и удачи вам!